Библейский портал экзегет.ру представляет царю, который был тогда, Иоаким, и, соответственно, тот сжигает весь свиток, прочитывая причем его, не то, что ему было неинтересно, было интересно, но он сжигает его постепенно, потому что дело происходит зимой, царь сидит перед жаровней с углями. Ну, а что ж, другие цари, да, примерно то же самое, 37-я глава, после Ихонии сына Иоакима царем стал Садыкия, сын Иосии, но уходоносор царь Вавилона сделал его царем на Даудей, да, предшествующий, соответственно, уйден в изгнание, поэтому, собственно, предшествующая глава и описывает, почему это так с Иоакимом случилось. Садыкия, его слуги и народ страны не повиновались словам Господа, которые Господь говорил через пророка Иеремию. Царь Садыкия послал к пророку Иеремии Ягухала, сына Шелемии, священника Сафонию, сына Моосии, чтобы они попросили его, каждый раз это торжественная титулатура с предками, то есть важные люди, чтобы они попросили его помолить о нас Господу Богу нашему. А что, они сами не умеют молиться? В том числе священник к нему идет. Что, он молиться разучился? Видимо, они понимают, что у Иеремии какая-то особая связь с Богом. И то, что говорит Иеремия, выслушивается Богом совершенно иначе, чем некие стандартные молитвы, которые любой может прочитать. Царь Садыкия послал к пророку Иеремии Ягухала, сына Шелемии, священника Сафонию, сына Моисии, чтобы они попросили его помолить о нас Господу Богу нашему. В то время Иеремия свободно жил среди людей, его не бросали в тюрьму. Надо же, и так бывало. То есть, большую часть времени он, очевидно, проводил за свое пророчество в заключении. Ну вот, перерыв между отсидками у него случился. «Войско фараона выступило из Египта, и халдея, осаждавшие Иерусалим, получили весть об этом и отошли от Иерусалима». Фараон Египтии, вавилонский царь Вавилонии, халдея, собственно, другое название, вавилонин, две больших соперничающих державы, иудеи между ними, как такая маленькая страна, которую каждый готов захватить. Нападают вавилонине, мы пойдем в Египет за помощью. Поможет же Египет. «И было пророку Иеремии слово Господне. Так говорит Господь Бог Израиля. Царю Идеи, пославшему вас вопросить меня, скажите так. Войско фараона выступило вам на помощь, но вернется в свою страну, в Египет. И халдеи вернутся сюда, снова осадят этот город, захватят его и сожгут огнем. Так говорит Господь. Не обольщайтесь. Не думайте, что уйдут отсюда халдеи». Ну, то есть, вавилонин, другое название. «Ибо не уйдут они, даже если бы вы разбили войско халдеев, которые воюют с вами, и остались бы у них лишь раненые, то и тогда они поднялись бы, вышли из своих шадров и зажгли бы этот город огнем». Почему? Что такие у них крутые раненые. Нет, это входит в замысел. То есть, пытаться бороться с Божьей волей при помощи разных планов, стратегических решений, тактических приемов бесполезно. Когда войско халдеев отошло от Иерусалима, отступая пред войском фараона, Еремий вышел из Иерусалима, чтобы идти в землю Вениаминов, убежать из города вместе с народом. Но, соответственно, в ожидании нового нападения часть жителей убегает. Ну, когда Еремий проходил через Вениаминовы ворота, городские ворота выйти наружу, находившийся там начальник стража по имени Илья, сын Шелемий, внук Хананьи, опять полная титулатура, схватил пророка Еремию и сказал, «Ты хочешь перебежать к халдеям?» Иремий ответил, «Ложь, я не бегу к халдеям». Но Илья его не слушал, он схватил Еремию и привел к вельможам. Вельможи были разгневаны на Еремию, они избили его, заключили под стражу в дом писца Иганатана. Этот дом сделали тюрьмой. Нам повезло человеку его. Дом сделали тюрьмой, очевидно, не церемония, раз ты на государевой службе должен соответствовать. Ну, наверное, тюрьмой, собственно, сделали какое-то помещение под ним, такое подвальное. Так Иремий оказался в подземной темнице и провел там много дней. Царь Сидыкея послал за Еремии. Того привели во дворец, и царь тайно спросил его, «Было ли слово от Господа?» «Смотрите, сажают в тюрьму, а сами интересуются. Все-таки что-то есть в Еремии. Наверное, если бы не чувствовали этого, давно бы его убили». Иремий ответил, «Было». И сказал Еремии, «Ты попадешь в руки царя Вавилонского». Иремий также сказал царю Сидыкею, «Чем я виноват пред тобой, твоими слугами и всем этим народом? За что вы бросили меня в тюрьму? Где же ваши пророки, которые вам вещали? Не придет к вам царь Вавилона на землю эту? О, владыка мой царь, послушай меня, мольбумы, отверги, не отправляй меня назад в дом песца Иганатана, ведь я умру там». Очевидно, плоховато его там содержали. По приказу царя Сидыкея Еремия отправили на двор стража, ну, то есть в официальную тюрьму, и то легче. Что ж там за дом песца Иганатана был такой? Там ему выдавали в день по одной лепешке с улицы Пекаря, и пока не кончился весь хлеб в городе. Вот, и кормили даже, может быть, скудно кормили одной лепешкой в день, но все-таки это способность выжить для тренированного человека. И так Еремия оставался на дворе стража. И что там дальше будет? 38-й почитаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...